Взлетная полоса Раннее мартовское утро 87-го года. Подмосковный аэродром в Жуковском. На стартовой позиции самолет П-42. Именно под этим номером должен установить мировые рекорды скороподъемности и высоты полета серийный Су-27. Вы видите кадры, которые были сверхсекретными. Никто, кроме специалистов, их никогда не видел. Как же устанавливаются такие рекорды? В них большой труд всего коллектива конструкторского бюро и, конечно, наземного испытательного комплекса. Застыли в ожидании кинотеодолиты. Они зафиксируют весь полет самолета. Вы сможете увидеть эти редкие специальные кадры. Чтобы быстрее подняться ввысь, двигатели самолета должны развивать максимальную тягу еще на земле. Но тогда никакие тормоза его не удержат на старте. Вспомните, как умелый наездик сдерживает скакуна перед гонкой. Так и этот тяжелый танк, связанный с самолетом толстым стальным тросом, должен до определенного момента сдержать рвущиеся в небо машины. Ведь для установления рекорда скорость старта должна быть максимальной. Не все сразу получалось. Бывало, что самолет очень легко, как бы играючи, сдвигал многотонный танк с места. Этих кадров в архиве не осталось. Тогда и пришлось конструкции добавить трактор. Вот он. А танк загрузить свинцовыми чушками. Только так удалось удержать машину на позиции до старта. Внимание! Форсаж! Сработал электрический замок, и самолет, освободившись от путь, устремляется ввысь. А теперь вы видите кадры, зафиксированные кинотеодолитом. Слева на темном поле идет запись параметров полета. Сейчас Су-27 летит вертикально, как ракета, и даже быстрее ракета. Высота 12 тысяч метров достигнута за 55 и 542 тысячных секунды. Это лишь один из мировых рекордов на самолете Су-27, которые до сих пор не побиты. Их установили летчики-испытатели. Виктор Пугачев, Николай Садовников, Евгений Фролов и Олег Цой. Вот так были установлены мировые рекорды на самолете Су-27. Ну, руководил этими испытаниями Раван Гургенович Мартиросов. Раван Гургенович, ну вообще для чего устанавливаются рекорды? Ну, только рекорд может в такой сложной области, как авиация, показать, кто действительно стоит что. Мы знали и твердо были уверены, что самолет Су-27 лучше, чем F-15. Но только сделав эту работу, мы смогли это доказать документально. И всему миру. Да, и все. Совершенно верно. Кроме того, как правильно заметил наш генеральный конструктор Михаил Петрович Симонов, в этих работах мы зародили новые зерна технологий, которые потом пошли не только в опытные самолеты строения, но и в строевые части. Вот это очень важно. Раван Гургенович, ну я знаю, что один рекорд все-таки остался не побитым. Американский. Да, это так. Мы из шести рекордов, которые принадлежали F-15, с гордостью, можно сказать, что мы побили пять. Но, к сожалению, когда мы подошли к самому сложному рекорду, это была скороподъемность на высоту 20 километров, там нам просто не хватило финансовых возможностей. Значит, в это время уже ситуация финансовая значительно ухудшилась в авиационной промышленности. А рекорды – это очень дорогое дело. Оно требует напряжения не только авиационной фирмы, но и всего летного испытательного института. ЛИИ имени Громова. Я как раз вам хотел задать вопрос, почему не устанавливаются рекорды на новых самолетах фирмы Сухого? Но вы почти на него ответили. Да, такие задумки есть. И, конечно, если финансовая ситуация улучшится, мы потрясем мир. И вся авиационная общественность еще более выдающимся. И я хочу сказать, что рекорды нужны. Они дают толчок вперед, правда ли? Совершенно точно. Они напрямую потом транслируются сначала в опытное самолетстроение, а потом уже в строевые части. То есть все эти достижения, они все будут там. Все придут конкретно и будут служить делу укрепления авиационной мощи страны. Мы рассказали вам о рекордах, как бы приоткрывающих будущее. Действительно, эти достижения должны укреплять авиационную мощь России. Но, к сожалению, в жизни все обстоит иначе. Так в прошлом году наша военная авиация не получила ни одного нового самолета. А майор, летчик первого класса с 10-летним стажем, получает зарплату всего 1 300 000 рублей. Да и то не всегда регулярно. Как же в таких условиях жить и развиваться нашей авиацией? С этим и другими вопросами мы обратились к главкому ВВС, генералу армии Петру Степановичу Дейнекину. Но вначале несколько слов о нем. Дейнекин из донских казаков. Отец его тоже летчик, погиб в 43-м году. Петр поступил в Балашовское авиаучилище. Окончил. Но в 60-е годы, когда предпочтение было отдано ракетам, многие военные летчики остались не у дел. Дейнекину пришлось летать в Питере на Дугласе, а потом пилотировать Ту-104, первый реактивный пассажирский лайм. Но всегда рвался к военным машинам. Упорство победило. Друзья-пилоты даже острили. 7 лет прослужил командиром корабля дальней авиации в звании капитана. Карьеру делает. Потом Академией Генерального штаба. Командовал Воздушной армией, дальней авиации страны. Эти кадры сняты в Жуковском, когда вместе с известным летчиком-испытателем Виктором Пугачевым Петр Степанович готовился к полету на истребителе Су-27. А вообще-то летал он и на самых мощных тушках, и на Мигах. Освоил десятки машин, в том числе и американскую Б-1. Дейнекин – заслуженный летчик СССР. С 91-го года главнокомандующий ВВС. В большой семье трое детей. Младший Миша летает на спортивном самолете. Так что знает об авиации главком не почти все, а действительно все. В каком положении сейчас трудятся военные летчики? Как они несут службу? С начала 90-х нас перестали финансировать должным образом. И в результате потрясений, связанных с разделением Союза на республики, с выводом наших войск из дальнего и ближнего зарубежья на территорию России, с сокращением вооруженных сил, мы испытываем острейшие социальные проблемы. Нам катастрофически из-за крайне скудного финансирования не хватает главного – авиатоплива. Снижается уровень боевой готовности, уровень воздушной выучки, исправность самолетного парка, и наша военная авиация постепенно деградирует. Если не будут приняты нашим верховным главнокомандующим и правительством резкие изменения отношения к нашей авиации, то мы превратимся к 2000 году вместо государства с выдающейся авиационной славой и рейтингом просто в большую страну России. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы изменить вот это вот такое трудное положение в военной авиации и в авиации вообще? Видимо, настало время, когда авиации нужно отдать приоритет, и из того бюджета, который утвержден президентом Российской Федерации, нужно вычленить целевым назначением, то ли внутри обороны, то ли дополнительным ассигнованием, вот эти несчастные 8 триллионов рублей, которые необходимы военно-воздушным силам, как воздух, как хлеб, для того, чтобы восстановить свою былую мощь. И, конечно, вместе с главкомом мы вспоминали те времена, когда летчики были гордостью народа, когда лозунг «Все на самолет» был ярким и заманчивым, а поступить в летную школу было труднее, чем в театральный институт. Еще бы! Конкурс! 10 человек на место! Знаменитых летчиков, а потом космонавтов, знали в лицо. По всей стране записывались в аэроклубы, которые воспитывали новые поколения пилотов. Вместе с нашей авиационной промышленностью мы успешно штурмовали космос и добились в авиации того, чего добились к концу 80-х. Это великолепные самолеты-истребители, которые широко известны во всем мире. Это боксер ближнего боя МиГ-29 и владеющий большим радиусом действия самолет Су-27. Кстати, сегодня исполняется десятилетие со дня установления на этом самолете многочисленных рекордов по скороподъемности, скорости, высотности. И он до сих пор потрясает умы профессионалов, любителей и обывателей своими выдающимися летными данными. Я бы хотел с вами поделиться таким наблюдением. В средствах массовой информации раньше в авиации было создано столько выдающихся образов летчика, что, наверное, сейчас трудно встретить нашего с вами ровесника, который не хотел бы стать летчиком. А если бы у меня спросили, кто сыграл наиболее выдающуюся роль в становлении советской авиации, я бы ответил – кино. Лучшие актеры играли летчика. Вспомним комедию «Небесный тихоход» и Николая Крючкова, летчика Булочкина, летавшего на ПО-2. Его друга играл Василий Меркурьев. Марка Бернеса с песней «Любимый город может спать спокойно» в роли лейтенанта Кожухарова в фильме «Истребители», который смотрели по многу раз «Миллионы мальчишек». Незабываемого Леонида Быкова и его замечательную команду в лирической картине «В бой идут одни старики», один из самых любимых фильмов разных поколений. Евгения Урбанского, создавшего драматический образ летчика Астахова, человека несгибаемой воли и характера, доброго и сильного. Георгия Жонова, сыгравшего командира корабля Ту-154 в фильме «Экипаж», в мирные дни проявившего высокую выдержку и мужество, чтобы спасти пассажиров и самолет и многие-многие другие фильмы. Помните слова песни 60-х годов? «Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь всегда хранила». Таким было наше представление об этой стране, стране тысячи островов в годы советской индонезийской дружбы. Сегодня Индонезия – одно из самых бурно развивающихся государств Юго-Восточной Азии. Вот так выглядит центр Джакарты. Не правда ли, ничем не отличается от столиц ведущих государств мира? Небоскребы, офисы компаний, широкие автострады, современные аэропорты и даже собственное аэрошоу, на котором среди американских, французских, английских и российских суперсовременных самолетов мы увидели две пассажирские турбовинтовые машины Н-235 и более вместительную Н-250, построенные национальной индонезийской фирмой IPTN. Вот так авиапромышленности нет и 20 лет, а собственные самолеты уже летают. Тысячи сотрудников этой фирмы прошли обучение за рубежом и сегодня готовятся вместе с фирмой Дасо Бреги к выпуску первого реактивного индонезийского самолета Н-2130. Позиции правительства страны не покупать нужные самолеты, а совместно производить их с зарубежными фирмами, используя самые передовые технологии. За внешней развлекательной стороной авиашоу скрыта жесточайшая борьба фирм за места на авиационном рынке Юго-Восточной Азии. Есть ли у нас шансы в этой борьбе? Думается, есть. Ведь по своим характеристикам наши истребители превосходят американские F-16, состоящие на вооружении национальных ВВС. И это еще раз продемонстрировали совместные полеты российских и индонезийских летчиков. А в них принимали участие и начальник генерального штаба, и главком ПВО маршал Ирован Салех. Интервью после полета. «Салех, как на малой высоте». «Салех, на малой высоте» самолеты очень хорошо, ничего не... Устойчивая. Устойчивая. Такая машина для ВВС в Индонезии была бы хороша. Многие летчики Индонезии старшего поколения учились в Советском Союзе, летали на наших самолетах, говорят по-русски. Впрочем, язык пилотов интернационален. Поэтому так хорошо понимали друг друга ведущий летчик индонезийских ВВС Шарки и заслуженный летчик-испытатель России Игорь Вотинцев. Сам полет продолжался около 20 минут. Причем большую часть времени самолет Су-30 пилотировал Шарки. А Игорь Вотинцев показывал ему, какие фигуры может выполнять Су-30. Шарки пытался повторить. После полета он признался, что Су-30 ему понравился своей управляемостью и большой маневренностью. Мы понимали друг друга достаточно быстро. Ну, к тому же, я думаю, что индонезийский ВВС предоставили на первый полет на Су-30 одного из лучших своих пилотов. У него достаточно большой налет на лучших американских истребителях. Поэтому, я думаю, что он может послужить хорошим экспортом для индонезийских ВВС. Вопрос к господину Шарки. Хотелось бы летать на самолетах Сухого? Да, хотелось бы. Но я военный летчик. Это зависит не от меня. Я рад был летать с таким прекрасным пилотом на этом отличном самолете. Не подумайте, что отзывы местных летчиков просто любезны по отношению к гостям. Им есть чем сравнивать. Но это вовсе не означает, что теперь Индонезия начнет покупать российские истребители. Главный летчик страны, маршал Сутрия, который учился в России и летал на Ан-12, выразив восхищение мастерством пилотов и качеством машины, заметил, что важные проблемы приобретения техники решают только политики. Так что же, производить и представлять хорошие самолеты еще недостаточно для того, чтобы продвигать их на мировой рынок? Абсолютно недостаточно. Все говорят, что самолет Ф-16 хуже наших самолетов МиГ-29 и сухой 27 мы берем базовую модель. Но решение принимается на уровне президента страны, когда президент США в беседе с президентом Индонезии решают эти вопросы. Остальным приходится только подчиняться. Значит, наш президент тоже должен беседовать с президентом Индонезии и так далее. Я считаю, что по крайней мере, не менее как вице-премьер должен обязательно посетить эту страну, поднимать эти вопросы в своих встречах и беседах с руководством страны. Только это даст какой-то ощутимый результат. Только это. Пока наша ниша на индонезийском авиарынке не занят, но времени ждет. Интерес к российским самолетам огромен и не только у авиаспециалистов. Президент Индонезии доктор Сухарта выразил желание увидеть лишь три летательных аппарата. Пассажирский лайнер Airbus Industry А340. Суперсовременный Boeing 777. Он может доставить в самую отдаленную точку планеты пассажиров с наибольшим комфортом. И истребитель Сухой в паре с танкером Ил-78, который на малой высоте продемонстрировал дозаправку топливом в полете. Кстати, именно так, правда, с одной посадкой в Дубае преодолело расстояние в 11 тысяч километров между Москвой и Джакардой. летчик-испытатель Анатолий Квочин, пилотирующий Су-27. А вот этот маневр, пролет на малой высоте, когда между бетонной полосой и машиной всего 5-6 метров, показал не только возможности самолета, но и блистательное мастерство, филигранную точность действий самого пилота. В жизни как журналисту мне очень повезло. Я брал интервью у выдающихся авиаконструкторов Александра Яковлева, Олега Антонова, Генриха Новожилова, у замечательных летчиков Михаила Громова, Владимира Кокенаки, Георгия Буйдукова. И вот в этом ряду свое особое место занимает Владимир Ильюшин, которому 31 марта исполняется 70 лет. Родился он в семье авиаконструктора Сергея Ильюшина и с детства мечтал о небе. Начал летать уже в 16, потом Академия, Летно-испытательный институт, а с 57 года в конструкторском бюро Павла Осиповича Сухого. Представьте, 30 лет на испытательной работе. Владимир Ильюшин летал на 145 типах самолетов. Все машины марки Су с 9 по 27 испытаны им. И все это вопреки желанию отца, видевшего в сыне продолжателя своего конструкторского дела. Владимир Ильюшин установил мировой рекорд высоты на Су-9 28 852 метра. Ему же принадлежит абсолютный мировой рекорд высоты в горизонтальном полете 21 170 метров. Его имя в книге Международной авиационной федерации. В 60-м году Владимиру Ильюшину была вручена золотая звезда героя Советского Союза. Первооткрыватель. Впервые. Первый. Все это о Владимире Сергеевиче Ильюшине. Он пилот от Бога, не раз находивший единственно правильный выход из критических ситуаций. А в первый полет на ФО-2 его отправил шеф-пилот ОКБ Ильюшина выдающийся летчик Владимир Кокенаки. Кокенаки в вашей жизни сыграл самую большую роль как летчик. Безусловно, это мой летный отец. Ну и вопрос, который естественно возникает. Об этом многие меня спрашивают. Почему Владимир Сергеевич Ильюшин работает в конструкторском бюро Сухого? Казалось бы, должен испытывать самолеты в бюро, которые носят ими его отца. Ну, во-первых, я не должен. А во-вторых, несколько, тут, ну, может быть, два аспекта. Один аспект, это то, что я, в общем-то, истребитель. А отец сделал большие самолеты. Ну, пожалуй, не это самое главное, что сыграло роль в моем выборе. Я просто четко уже к тому времени я был достаточно зрелым летчиком-испытателем. Я понял, что, по идее, я к отцу, я на всю жизнь останусь сынком. Именно не сыном, а сынком. Меня это не устраивало. Летчиком-испытателем надо родиться? Трудно сказать. Ведь вы понимаете, что в летчике-испытателе никто не назначает, что вот ты будешь летчиком-испытателем. Летчиком-испытателем становится по своему собственному желанию, зная, на что они идут. И, очевидно, вот это желание и есть проявление того, что было заложено, если хотите, в генах. Потому что человек, который идет в летчике-испытателе, он знает, на что он идет. Вам очень много удалось сделать в жизни и много сделать для авиации, но все-таки чего-то и не удалось? Ну, наверное. Ну, скажем, я так и не дождался, что сотка пошла. Это был удар не только для меня, это был удар и для КБ, для главного конструктора Нового Семеновича Чернякова, для генерального. Машина, опередившая время. Машина, опередившая время. Я имею честь быть знакомым с вашей женой Нателлой, очень обаятельной, милой женщиной. Как она к вашей работе относилась и относится? Внешне она никак не проявляла этого отношения. Но она посидела в 30 лет. Ну, это может быть не только потому, что я уходил и она не знала, когда я вернусь и вернусь. Естественно, ее помощь, вот такая тихая, может быть, незаметная, очень важна для вас всегда была, правда? Ну, это же естественно. Вы же представляете, если бы кто-то рядом каждый день потихоньку капал тебе на мозги бросай, уходи, зачем это нужно и так далее, то ты убьешься и еще к тому же. Это не улучшает, очевидно, рабочего настроения. Меня всегда интересовал вопрос, почему летчики-испытатели, вот вы говорили о вашем учителе Владимире Константиновиче Кокенаге. Я был знаком с Михаилом Михайловичем Громовым, со многими нашими летчиками-испытателями. Все они, и вы тоже, все они в высоком смысле этого слова поэтические натуры. Не знаю, может быть, полет этому способствует. Душа же поет. Раз поет душа, значит, это поэзия, видимо. Может быть, вы прочитаете что-нибудь любимое? Ну вот, пожалуй, мой друг Леня Кукса написал такое стихотворение. Луна в окно влезала белым шаром. Недалеко уж было до утра. Ты отложил затихшую гитару, сказал старик. До завтра. Мне пора. Быть может, в эту самую минуту берешь ты твердую ручку на себя и скорости себя доверив, круто презревший все уходишь в облака. Но оба мы упишущие машинки. Я не хочу отвлечь тебя ничем. У глаз твоих упрямые морщинки отлично мне видны сквозь гермошлем. Пускай тут ночь, пускай тут вьюга злится. До встречи им. До встречи. Приземлиться. И словно слышу понятый прием. Но полетом прерванную песню мы обязательно с тобой допоем. Спасибо, Владимир Сергеевич. Я от лица ваших почитателей многочисленных хочу поздравить вас с юбилеем и пожелать оставиться таким же бодрым, энергичным, каким узнаем вас сегодня. Спасибо. 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 Летчик на все времена. Так хочется, чтобы созвездие замечательных имен продолжалось дальше, чтобы со взлетной полосы уходили в небо новые поколения пилотов России. КОРОДОЛЖЕНИЕ Субтитры подогнал «Симон»